Мимо стабильности и комфорта пролетает село Зеленое, что в районе бытия рек света нет, как и качественной питьевой воды, нормального освещения, стабильного интернет-соединения. Причем трубят о проблемах жители постоянно, да только результата нет. Коммуникация внутри села резко теряется, как только пройдет дождик. Не проехать, не пройти, говорят местные жители. В нашем селе бездорожье, по улице не пройдешь, если дождь. Даже за продуктами не съездишь. Всюду сплошное болото. Любая непогода, и мы лишаемся коммуникации. Держим в уме проблему с дорогой, переходим ко второй водообеспечении. Живительная влага в селе на вес золота, и вот почему. Своего водобровода в населенном пункте нет, доставкой занимаются раз в 10 дней на спецтранспорте. Теперь вспомним о проблеме с дорогами, снова сопоставим факты, придя к выводу, что проблема по-настоящему масштабна. Машина, на которой возят воду, в плохом состоянии. Раньше водитель работал в переметном, теперь у нас. Правда, он говорит, что тоже у нас не задержится. Уволится. Людям очень тяжело доставать питьевую воду. Еще одна долгоиграющая проблема – нестабильные электрообеспечения. Обетшалые линии уже давно нуждаются в замене. Даже если небольшой ветер дует, мы остаемся без света. Домашнюю работу в школу дети часто выполняют при свечах. Интернета у нас нет. Наши проблемы никто не решает. Проблем в ворах. Вопроса лишь два. Как и когда их намерены решать? Для этого мы обратились к местным исполнительным органам. Сейчас для подачи питьевой воды населению идет работа над большим проектом, который запланирован на два года. Подрядчик компании RINS. В ноябре мы планируем уже его сдать в эксплуатацию. На сегодняшний день готово 80%. Ситуация у нас на контроле. Главная проблема, что работы идут с отставанием от графика. Необходимое оборудование запаздывает. Однако ряд проблем у сельчан еще есть. И пока они вынуждены оставаться за бортом цивилизации. Алексей Кочемасов, Рустим Ищенов, Алихан Исказиев, Агжаи как парад.